Дарова всем, ребята, Кентуха на проводе, и у меня очень хорошие новости, потому что прямо сегодня CSGO Mobile вышла на телефоны. Прямо в эту секунду прожмите огромнейший лайк и подпишитесь на мой канал, потому что это просто что-то с чем-то. Ну что же, погнали смотреть. И да, ребята, важное объявление, это не реклама, к сожалению, ха-ха-ха. Оу-оу-оу, ребята, а вот мы и в CSGO Mobile. Как же в неё поиграть и где её скачать, я расскажу немножко попозже. Давайте пока что посмотрим, чё я как. Первое, что я вижу, мы можем выбрать две карты. Эта карта у нас D-DAS 2, и эта карта, я не знаю, как называется эта карта, это Трейн или чё? Кто знает, ребята, напишите, пожалуйста, в комментариях. Так, что же мы можем? Первым делом поменяем ник на Кент-ПК, потому что всё-таки я Кент-ПК, а не плеер какой-то там. Так же, ребята, тут есть инвентарь, и у меня в инвентаре есть целых три кейсичка, обалдеть! Это те самые настоящие кейсики из CSGO, только тут, в мобайл-версии. Давайте! Да, ребята, в этой игре была реклама, просто представьте, как же они испуганили себе игру. Так, ребята, и мы открываем кейсики, нам выпадает. Блин, посмотрите, как много прикольных, крутых скинов. Ну, я скажу честно, я в CSGO вообще не играл, я не знаю, как они выглядят, но мне чё-то так подсказывает, что это реально скины из CSGO. Что же мне выпадает? Как я понимаю, синька нам не нужна, нам нужны, вот, например, розовые скины красивые. А, ну, нам выпадает, аух, хамелеон. Спасибо, конечно, но... Ну, я хотела бы побольше. Я, ребята, решил испытать свою удачу и попробовать выбить перчатки. Блин, как же много пар перчаток прилетает. У меня такое ощущение, что если перчатки попадут, то это будет очень круто. Кстати, ребята, а кто знает, в CSGO желтое качество это хорошее или плохое, потому что я не понимаю. Я знаю, что розовое это 100% хорошее качество. Да, щепот перчатки, да! Да! Да ну нахрен. Да, перчатки! Вау! Мне выпали перчатки. Обалдеть, как же это круто! И знаете, в чём прикол? Что кейсики не заканчиваются, то есть я выбил перчатки, можем ещё раз открыть третий кейсичек. У этих кейсиков есть только один минус. Ну чтобы их открыть, надо просмотреть эту долбанную рекламу! Так, почины, сейчас, короче, я себе выбил какой-то нож крутой. Ой, блин, как же много ножичков пролетело. Он бы мне такой... А как он называется, скелетон или мне показалось? Блин, скелетон почины. А, не-не-не, это такой джек-найф! Джек-найф, я хочу джек-найф! Дайте мне, пожалуйста, джек-найф! Куда стоять?! Блин, походу, на упадает самый дешманский скин. А, не-не, ложная тревога. Блуди Вольф! Блин, всё так лагает почины, вы даже не представляете! Это-это чё такое? Ну, ребят, я скажу так. Это кейс-губалл на бета-тесте, поэтому ничего страшного, мы переживём. Ну а прямо сейчас будет главное то, ради чего мы сюда пришли. Это, ребята, игра! И я скажу честно, графика меня уже пугает! А, блин, тут ещё управление не настроено под эмулятор. Ну ладно, давайте настроим. Обалдеть, ребята, это капсула времени! Это кто? Это Аббоба пришёл! Аббоба, отстань! Египетская сила почины, что тут происходит? А ну-ка, давай попробуем по нему стрельнуть пару раз. Он бессмертный, посмотрите, пули в воздухе остаются. Так, дядя, дядя, отстань! Уйди, вонючка, посмотрите, он меня преследует. Ребята, я всё понимаю, но походу надо идти в рукопашный бой. Я беру ножичек, ножичек. Иди сюда. Слушай, вы какой-то бессмертный, не? Смотрите. Ребята, мне кажется, какой-то бах, потому что, ну, модельки персонажей не должны так выглядеть. Поэтому давайте лучше перезайдём. Ну, я реально уверен, что они, ну, не должны выглядеть прямо вот насколько страшно. Ну чё, ребята, попытка номер два. Я зашёл в игру. Да блин, я думал, это бах какой-то! Это чё, с таблетки бегают за мной? Ребят, посмотрите, просто это, это, это бред какой-то! Я не верю. Я не верю. И при том, я по ним стреляю, они бессмертные. То есть тут ещё, ну, я не пойму, как они по ним стреляют. Я по ним стреляю. Ну, всё, ноль, ноль. Зеро попаданий, посмотрите. Я не понимаю просто, в чём смысл этой игры? Тут даже стрелять нельзя! Так, ладно, ребят, давайте посмотрим немножко на карту. Потому что многие из вас даже не знают, что это за карта. Ребята, это ДДАС-2. Это величайшая карта. Ребята же понимали, это карта ДДАС-2. Это насколько старая карта, что, наверное, половина моих подписчиков ещё не родилась тогда, когда уже была эта карта. Эта карта была бы самая первая версия КСГО 1.6. Это, ребят, ДДАС-2. И она очень-очень крутая. Блин, я всё детство провёл на этой карте. И, честно говоря, у меня очень тёплое и хорошее вспоминание. Очень обидно, что это не КСГО Мобайл, а какая-то, блин, какаха! Так, ну ладно, ребят. Будем надеяться, что это только с первой картой. Сейчас мы зайдём на карту номер 2, и там всё будет окей. Ну что же, я зашёл на карту номер 2. И знаете что? Тут тоже все обобусили таблетки. Но эта карта гораздо красивее, гораздо привлекательнее. Посмотрите, слушайте. Не, ну на этой карте уже хотя бы приятно играть. Ё-моё, ребят, какой кран огромный. Так уж огромный, как? Ну, промолчим. Давайте, ребят, всё-таки у нас цивилизованный обзор игры, а не как обычно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Блин, ну карта реально крутая. Вот я бы не против поиграть на этой карте в стенд-уфе. Ну а прямо сейчас я уже без рофла вам покажу действительно годный и настоящий клон КСГО. Но даже когда вы напишите в плеймарке КСГО Мобайл, на первом месте вам покажет именно эту игру. Давайте для начала заберёмся, что же к чему. Вот это луисы, как я понимаю, это я. Так, ребят, давайте мы коник поменяем. Так, кент, АПК-то я, да? А не какой-то А5-плеер. Кент, АПК. Всё, изменил. Чего? Вариант номер 2. Тоже используется. Ладно, давайте, кент. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Всё, нормально. О, и это вот это в самый раз. Давайте, ребят, посмотрим, как же выглядит тут торговая площадка. То есть у нас стендов, и всё понятно, как же выглядит тут. Тут есть очень много разных стендов, но я скажу честно, как-то, как-то оно всё не очень. Стендов, знаете, мне ближе к душе. Ну как альтернатива, когда лагает серьёзный раз стендов, а то тут можно поиграть. Так, давайте посмотрим. Сундуки, золото, золото, сундуки. Ага, ага, ага. Понял, принял. В принципе, ничего интересного. Давайте, ребят, попробуем просто поиграть. Карта называется Пол Пати Команды Бой. Ну, это мы уже знаем. То есть всё, что надо делать, это просто махаться. Окей, ребят, давайте посмотрим. Просто мне вот реально интересно, есть ли хорошие аналоги стендов 2. Или стендов 2 всё-таки лучше всех. Так, я скажу так, карта прикольная. Графика себе поставил на максимум. И теперь, ребят, давайте. Опа. Брат, брат, здорово. А чё он не стреляет? Я отвечаю, не стреляет. Это просто трындец. Так, ладно, сейчас немножко подкорректируем настройки эмулятора. А, всё, почему я понял, вообще языкаточки чекайте. Давай, до свидания. Так, ребят, у меня ещё есть USP, блин. Ну, USP, ножичек, всё сделано довольно-таки годно. Кстати, да ножичек и перчатки такие же самые, ребят. Один в один, как в стендове. Ребят, я думаю, вам всем интересно посмотреть, какая же анимация осмотра. Давайте проверять. Ага, понял. Ха. Не, ну модельки, персонажи тут однозначно очень стрёмные. А, мы ещё и проиграли. Блин, я только начал играть, мы уже проиграли. Ничего себе тут все РСС-растрелы. Ха. Кстати, ребят, короче, я думаю, вам понравился подобный видосик. Обязательно прожмите лайк и следите продолжение. И самое-самое главное. Я разыграю нож бабочку в её телеграмме. Ссылка в описании. Прямо сейчас залетаю в мой телеграмм. Прямо сейчас ты можешь получить бесплатно нож бабочку. Ссылка в описании. Также подпишись на мой YouTube-канал. Это очень-очень важно. Ну что же, с вами был Лошкин Туха. Обнял, приподнял. Всем удачи. Всем пока.